вот она наша красавица уже загоряет и купается ну покажи ляжь звездочкой звездочка полежи на водичке полежи на водичке моя девочка она очень позднем возрасте научилась плавать и именно здесь в испании сама поплыла на тот берег у нас там была коса и она ее переплыла сама засранка молодец боже девочки какой мальчики день сегодня супер смотрите как жарко спах миллион я думаю чего на меня все так смотрят вы гляньте на меня я приехала в трусах я забыла переодеть купальник но хотя не все диссимулировали сделала вид что ничего не видят на мать и так пошла и купаться красавица размазалась расскажи как ты без трусов пішла на улице две красавицы как без трусов я пішла в трусах только в яких в яких домашних пішла без домашних пенесе пішла без купальника то что додому ты не я пішла а никто не снял и никто не и не бачил не заметил прикинь а сегодня доця приперлась так что все нормально люди домашние кошмар ну ничего бачишь то же самое так что можно не закутываться кошмар тут без лифчиков ходят а мы будем подумаешь плавками в попочку стесняться здесь место водолазное видите да люди сейчас выходят водолазов здесь кошмар они группами здесь целый у них это водолазов кстати кто захочет можете приехать сюда чудесно здесь говорят тоже шикарные места чтобы насладиться сделать школу водолазов люди в возрасте молодцы как она в экипации тяжело подниматься а девочка это с того года молодец учится и плавает постоянно она уже профессионал молодцы это два профессора и вот там видите где зеленая карпа вот там вот у них место где именно вы можете взять на проката 2 около ланге и а хорошо провести время а кто у меня новенький задайте какой отель шикарные ребята да прям на горе и надо будет сходить в этот бар там вот бассейн есть тоже уже сезон открытый он видите рестораны бары здесь все у нас есть ребятки мы здесь находимся сейчас это называется место канариты возле агуа дульсы но это за альмерии недалеко смотрите какие я камушки нас собирала гляньте какая прелесть а прикиньте с них сделать какой-нибудь браслетик на ножку кстати в этом году мне надо будет купить а может сделаем привет мои хорошие я даже шляпень сняла потому что здесь хоть немножко прохладненько ребята как я вовремя смылась вчера с вечера боже мои сидели почти до пяти часов утра представьте но я слава богу как говорится убежала сегодня думаю ну давайте пойдем на пляжик отдохнем быстренько собирались собирались короче ребят собрали все выезжаем на пляж все нормально я начинаю делать палатку все устанавливать вот и возле меня сидят люди ну ребятки так посмотрели знаете так ну я ничего не обратила внимание я деловая колбаса разлаживаю все и потом не знаю каким образом когда я искупалась захожу в воду ребята и я обращаю внимание что я оказывается в обыкновенных труселях можно сказать без труселей купальничных что мои дорогие позор если честно говоря особо от позора нет но просто знала просто что трусы то прозрачные ребят а чего бы и нет они там сидят вообще видели как они сидят кто ни в чем а кто вообще без лифчиков а тут домашние не никто не украл чистенькие и мои как амазон очка тоже так ничего правда что в испании нет таких комплексов и люди не осуждают именно посмотрели-то развернули стоит все эти сегодня хотел вот именно вспомнить прошлое кстати поздравьте меня именно ровно год я открыла свой блог да 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 я именно открыла в этих числах его я раньше разговаривала беженцах и раньше разговаривала о жизни в испании о всем и потом думаю почему бы быть поближе с людьми вот именно открыть бложек эти честно говоря хотела поделиться с моим жизненным опытом когда я вела канал не чувствовал себя удобно мне очень многие говорят почему они опять не вернетесь не начнете рассказывать о политике и всем остальном нет ребятки надоело да я зарабатывала очень хорошие деньги но деньги все не делают я просто чувствовал себя что это не мое просто это временное до хотелось донести людям очень многие вещи но дело в том что когда ушки закрыты ничего не видится опыта говорится нет все думают что и обманывают да вы видели да что наши тоже очень сильно обманывают наших вы в этом уже убедились правда на ютюбе правды мало где найдешь и конечно у меня была волна по этим делам кстати посмотрите внизу да как я преуспевала неплохо было но я могу сказать такую вещь также я судила один раз юлечку юлечка наша юлечка стар помните да вот и честно говоря ребята хотела признаться и положить руку на сердце я лоханулась в этом видео очень конкретно потому что я была новый блогер и абсолютно ничего не понимала в этом я просто увидела юлечкины видео я просто охренела я не понимала что это и как это а вот уже спустя полтора года могу вам сказать смело этот человек просто-напросто это актриса на ютюбе вы что думали на ютюбе за деньги пляшет любой а вот человек умеет я всегда говорила и буду говорить она умеет молодец оли как говорится но есть какие-то ценности понимаете есть какой-то лимит я бы так не смогла все сама по себе безбашенная в многих вещах именно человек который без комплекса абсолютно кстати даже не старайтесь дорогие мои вогнать меня какой-нибудь комплекс это потеря времени юлечке я могу сказать просто-напросто вы знаете сейчас я ее понимаю человек вошел в такой момент когда она просто-напросто была в таком положении где нужно было что-то делать то человек который правда двигает попой до некрасивым способом до многим не нравится но она показывает свою жизнь немножко при увеличенной форме и нацмеивается хотя внутри я думаю что это совсем другой человек такая умная сейчас уже говорю потому что я наблюдаю за очень многими блогерами которые просто-напросто из себя там делают непонятно что или просто делать глупенькую девочку или глупенькую женщину есть тоже такие есть которые просто играют на камеру есть которые выставляют и приглашают непонятных и знакомых но я вам скажу честно вы знаете что этот вы думаете что именно видео которое у меня хорошо залетела на данный момент и все смотрят по поводу женщина которая говорила о работе в испании вы что и вы думаете что она не видела это блогер девочка что она приглашает человека вообще непонятного я думаю она не глупая женщина и она знала прекрасно и слышала что не несла бред ее гости конечно видела но ребята youtube это фейки если делать провоцировать то зарабатывать люди на этом очень большие деньги вот именно провоцировать и многим абсолютно извините за выражение посрать что вы думаете об этом что она вас обманывает она зарабатывает свои деньги и скандал именно вот такие вот понимаете да вот уау новости все остальное вот чего привлекает наших людей наших нашим людям не нравится смотреть какие-то скучные блоки в логике не нравится смотреть там вот понимаете да нет это скучно нашим надо именно скандал рыться в чей-то жизни там где-нибудь что-нибудь раскрыть скандальчики вот что нравится может где-то кто-то лоханулся остался без денег о это тоже нравится и многие говорят ну как можно такому радоваться да ребята многие люди радуются этому знать откуда это все знаю у меня очень много времени когда я работаю все время в наушниках и смотрю эти видео есть тоже также сама которые переодеваются вот из никого что то я вот сегодня я буду блогером завтра я буду риэлтором вас послезавтра я буду неизвестно кем а потом просто-напросто наверняка уеду другое место а работа мне это в испании не нравится а потом я просто ставлю лесбиянкой да а вы что не знали у нас тоже такой блогер есть а моя первая брехунья на всем ютюбе и они обратила внимание когда еще начиналось украинские бежицы и именно одно видео было посвящено ей она один раз выставила один шорт не знаю стерла на его или нет было что я приму семерых к себе да 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 еще по тем временам он также она рассказывала что в испании очень дешевые продукты и можно свободно выбить хоть это было тоже брехня том рассказ был что она вышла там кстати шорт съесть такой да она пошла с одним мужиком и на выход где-нибудь развлекалась там с ним все остальное а потом у нее почти запросил у нее чтобы она напополам платила с ним потом она рассказывала что на риэлтор вообще большую категорию и когда она выходила с этим кстати ребята послушайте это шорт кто понимает по-испански когда она выходила с этим мужчиной мужчина это просто-напросто говорил ей что он есть сдаст этот локаль локали это заведение разговор между ними это слушала по-испански она его не отключила глупенькая и вы знаете все время ловишь на брехне людей и ты просто охреневаешь но это не самое последний прикол самый последний прикол что вот просто-напросто девушка решила стать лесбиянкой ага буквально выходила с мужиками ночью года не прошло и тут на тебе понеслось как это называется ну мало ли чего в жизни бывает и же люди которым нравится все я тоже этих людей ни в коем случае не обсуждаю и тем не менее не обсуждаю еще больше людей которые правда становятся гея лесбиянка у меня очень много друзей очень я вам скажу что это очень порядочные люди мое личное мнение но вы знаете что есть еще лесбиянкой гей а есть еще просто-напросто висиосус которые просто не рыба не мясо но хотят и того и сего а к этому еще добавьте к примеру брехло знаете я очень много лет здесь общаюсь среди этих людей и прекрасно знаю их психику прекрасно знаю как они себя ведут прекрасно знаю чем они думают и особенно в отношениях и когда я посмотрела этот канал ребята ну видно блин что так наиграна вот они сейчас стали пары просто две обыкновенные девчонки обыкновенный до солнышко если бы ты сказала прекрасно я вот и правда мне нравится эта женщина ну видно честно скажи мне видно что все наиграна не ври пожалуйста что ты у тебя вот пять лет были какие-то отношения ты там сказала до переход был от риэлтора а потом резко что у тебя появилась воспоминания вот этой девушки которая на приехала и вот внезапно появляется фильм сериал вернее что у меня любовь огромная вот с нихрена правда девчонки ну надо больше пооригинальнее придумать моя дорогая любимая мое солнышко такое все престаревшие лесбиянки и геи так не разговаривает это во-первых я вам скажу и совсем другие отношения до всем другие это что вы рассказываете да я понимаю ты блогер хочешь зарабатывать деньги мало чага но дело в том что не ври людям потому что у тебя есть как говорится папка а папка называется от а до я всех твоих видео если человек потеряет один буквально день и пересмотрел все у него просто сойдет с ума к логически не не неустойчивый человек или у тебя есть какой-то депрессия или я не знаю что опять же я здесь тоже никого никогда в жизни не обсуждаю но вранье оно видно сразу понять конечно нужно зарабатывать деньги особенно это нелегкий труд но дело в том что вранье как говорится далеко не заводит и вранье всегда раскрывается и люди перестают тебе доверять далее так же самый вопрос комментариях таня почему ты не начнешь приглашать людей допустим на свой канал чтобы они говорили свое личное мнение ребята я вам честно скажу я не особо общаюсь а говорится с нашими у меня есть моя отечественники с разных стран но это вот на этой руке и говорится здесь их много но общаюсь с испанцами как говорится с другими национальностями но только как говорится не с нашими же говорю что у меня есть на этой руке постоянные мои друзья украина россия в разных стран но диаспоры извините меня это другая тема я вам бы рассказала истории как я обожглась и также хотела рассказать вам ребята вы мне написали танечка хотела бы с вами дружить танюша дай свой адрес танечка дай пожалуйста телефон хотелось бы быть твоим другом ребята у меня были очень неприятные истории по этому поводу я очень сильно обожглась это не обозначает что я вот именно не хочу вашей дружбы да я хочу но у меня были очень неприятные истории я дала одному человеку свой адрес также сама поверила в него хотела помочь а по концовке было как говорится не очень приятно плачевно и обидно что пожалуйста не обижайтесь на меня поймите меня правильно у меня есть мой мои или если вы хотите озвучить какое-нибудь письмо что-нибудь или даже какой-то вопрос пишите по моему моилю это единственная связь который можете вы иметь со мной люди не понимают что у меня есть личная жизнь люди не понимают и обижаются когда вот я даю свой номер телефона и мне начинают 24 часа в день названивать написывать и все остальное просто обижаются когда я говорю извините у меня своя жизнь и блокирую человека конечно идут что обзываловки и все остальное вот такой я плохой человек нет я не плохой человек у меня своя жизнь и помогать как говорится я могу помочь подсказать но не жить вашей жизни живите своей жизнью так что мои дорогие вот я вам сегодня еще рассказала мои некоторые наблюдения за юлю стар вы наверняка ее тоже знаете и смотрите я вижу кого вы смотрите всех блогеров на кого вы обращаете внимание все это у меня отражается у меня умненькие люди вы все прекрасно замечаете и подмечаете но я сегодня сказала в мое личное мнение и вторую красавицу тоже наверняка вы знаете пишите ваше мнение что вы думаете по поводу этих девчонок о ваш это ковбой ютуберский одевает свою шляпень и пошел я купаться так что давай и хорошие до скорого отличных выходные мы пошли отдыхать мои хорошие засекаете эксклюзив бабушка пошла рыбу ловить у нас здесь яма громадная и там мы постоянно ловим рыбку в том году кто хочет посмотрите я там такие видео сняла с рыбой прямо под водой камерой ох вы шок у вас вот такую рыбу не брюши так бы далеко не плыла бы видела хорошую а я видела парочку трава трава а мы в том году до видели такие стаи очень и большая да помнишь молодости в детстве панки в 20-30 лет и испанки в 40 и выше девки вот я умею критиковать ма а мы красавицы даже в 76 и в полтинничек правда мамцу заелась от рожечки вкусняшка да ему все эти яких палочки а мы сейчас сардины дома ждут ребята так что сейчас пойдем сардины кушать все не наломали полностью мой присест с вами как всегда посплетничать потому что гляньте какая красотинь кстати может зайдем пойдем отдохнем как говорится в нашей куэве помните девочки пещера ли баба но пошлите сначала зайдем посмотрим что у нас здесь в нашем отеле мы никогда сюда не ходили правда вот сейчас и пойдем ребятки пробьем так вроде бы мы туристы что там у нас есть в этом отельчике а ну-ка давайте полный сезон открытый ох 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 вы что какая прелесть джагузи а у красоте ну просто прелесть интересно сколько стоит здесь отдохнуть надо будет узнать сайте зайдите называется отель гивер отель альмерия сушки мы короче клиенты вип можем потом вечерочком засунуться туда где-то побухать ну а нормальные люди отдыхают вот так смотрите видели до рядышком как говорится как гордые хочу бы не через решеточку так короче пошлите в нашу наше место любимое гляньте какое джакузи классная детки гуляют вообще красоте сушки это кашу самом-то залезла сейчас бы ну подождем что эти свалят и мы потом тоже зайдем то пошлите в нашу говорится пещеру али баба как девочки ее назвали да идемте здесь так прохладненько и валдеж обожаю быть с вами здесь гляньте какая красоте этот бар я вас отведу на следующей неделе я обещаю а мы пошли отдыхать мои хорошие чудесного вам отдыха и отличных выходных и до завтра и пишите ваши темки мы сейчас зажариваем сардинки которые не доели как говорится на сам план я за них просто забыла так сейчас картошечкой жареной и отдыхать